Здравствуйте! Вы смотрите самую спортивную программу телерадиокомпании «Вектор» и я, ее ведущий Павел Науменко. И сегодня в эфире спортивные новости уходящей недели. Тропа здоровья – самое популярное место для активного отдыха. Тренировка и самооборона от тренера по самбо Руслана Жусупова. Итак, по традиции нашу программу начнем с спортивного обзора. Расскажем о достижениях губкинских спортсменов. Серебро и олимпийская лицензия в Токио. Губкинский воспитанник спортивной школы «Фортуна» Вадим Ухаметьянов завоевал второе место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе из пневматического пистолета. Соревнования прошли в Хорватии. В упорной борьбе Вадим оставил позади себя победителей и призеров Олимпиад и чемпионатов мира. Для губкинса серебро чемпионаты Европы являются высшим достижением на данный момент. Поздравляем Вадима, тренеров и специалистов сборной России с отличным результатом и еще одной олимпийской лицензии. Напомним, олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Болеем за наших! И в продолжение темы побед стрелков. Мужская сборная России по пулевой стрельбе в командном первенстве стала чемпионом Европы. Командной тройке был и наш Вадим Ухаметьянов. Ребята показали лучшие результаты и в квалификации, и в финале, и стали точнее 14 команд участников. Россияне в упорной борьбе не оставили шансов соперникам из Италии. Это уже 11-я медаль сборной команды России на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который является рекордным по количеству упражнений и участников. Поздравляем Артема Черноусова, Вадима Мухаметьянова и Антона Аристархова, тренеров и болельщиков с яркой победой! Второе место в футбольном сезоне 2021 завоевали наши губкинские ребята. Напомним, с декабря 2020 года по мая 2021 года в Ноябрьске прошли 4 тура открытого первенства города Ноябрьска по мини-футболу среди мальчиков 13-14 года рождения. Наши футболисты провели 10 игр, из них 7 побед. Среди шести команд в упорной борьбе губкинцы завоевали второе место. Поздравляем спортсменов и тренерский состав Андрея Рябинина и Александра Бантоса. Желаем успехов, упорства и новых побед! Крайний север и пляжная борьба. На первый взгляд, вещи несовместимые. Но недавно в Таркасале при поддержке проекта «Спорт. Команда России» прошел турнир по этой разновидности единоборств. Зрелище более чем увлекательное. Несмотря на то, что погода спортсменов не баловала, во время состязания был дождь и сильный ветер. Участие в соревнованиях приняли более 60 человек. На песчаном на стиле состоялись как взрослые, так и юниоры. По итогам турнира среди спортсменов до 18 лет губкинские спортсмены привезли три медали, одна из которых высшие пробы. Турнир приурочили к международному дню борьбы. Поздравляем Тимирова Данила, Долгатова Артура и Османова Джамала с победой и желаем дальнейших успехов. Добавлю, по планам на Олимпийских играх в Париже 2024 года пляжная борьба будет представлена как демонстративный вид спорта. Тропа здоровья стала одним из любимых мест горожан. Каждый здесь может найти себе занятие по душе. Тропа здоровья именно то место, где можно прогуляться, подышать свежим воздухом, выйти к реке, сделать красивые фотографии. Тропа здоровья – универсальная площадка. Здесь проводят всевозможные забеги, веселые старты, тренируются спортсмены и прогуливаются горожане. Накануне на тропе прошли обучающие занятия по скандинавской ходьбе. Занятия провели в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» при поддержке общественной палаты города. Занятие понравилось всем – и новичкам, и опытным любителям ходьбы. Так Анна Богинская скандинавской ходьбой занимается более пяти лет. Улучшение самочувствия заметила сразу и прекращать занятия не планирует. Это же здоровье, да? А потом воздух, мы дышим. Это замечательно. Нагрузка и на ноги, и на руки. Обалденное. Замечательное самочувствие. Надо заниматься. Мне почти 85 лет. Я хожу. Исследователи говорят, что нагрузка, которую получает человек, занимающийся скандинавской ходьбой, помогает улучшить работу легких, сердца, сжечь калории и улучшить общее самочувствие. «У нас скандинавская ходьба. Это очень хорошее упражнение. И в первую очередь она направлена на преклонный возраст. Она очень здесь сильно помогает и очень сильно восстанавливает силы. Если человек немножечко болен, какие-то недомогания, если он начинает этим заниматься, у него становится настроение в первую очередь лучше. И сам подтянут становится. И мышцы в тонус приходят». Напомню, что принять участие в проекте может каждый желающий. Следующие занятия пройдут 29-30 мая, а также 3 и 4 июня. Начало в 10 часов. Ну а с наступлением теплого сезона на тропу здоровья выходят все больше горожан. Так Алла и Анна в прошлом профессиональные лыжницы тропу здоровья посещают и зимой, и летом. «Ну, на самом деле это очень долгожданная тропа здоровья, потому что я как лыжница не имею возможности очень часто выезжать на лыжную базу за город. А тем более у нас не было такой возможности, как иметь лыжероллерную трассу свою в городе, в том числе и беговую трассу. То есть очень удобно. Это мне касается вроде бы как бы в городе, и тут же ты вне города. Природа, прекрасный рельеф, прекрасное качество тропы здоровья. Ну и в принципе, те, кто любят здоровый образ жизни, мне кажется, сам Бог велел сюда прийти». «Тропа здоровья мне очень понравилась. Я здесь первый раз. Не ожидала, конечно, что такое качество будет покрытие. Очень даже достойное. На роллерах приятно ездить. Я всем советую приходить сюда с семьями отдыхать». Зимой лыжи, а летом новый досуг. С 1 июня у губкинцев появится возможность воспользоваться дополнительными услугами проката. «Это будет прокат электросамокатов, прокат велосипедов, прокат обычных самокатов и прокат руликовых коньков. Ну это на летний период получается, и график работы будет предварительно такой с 11 дня до 9 вечера, а понедельник – выходной. А по окончанию летнего сезона, начиная с зимнего сезона, числа с 15 октября, когда выпадает снег, мы возвращаемся к тому, что будем кататься на лыжах». «Как вы видите, здесь сделано все для активного отдыха. Самокат обычный, велосипеды, ролики, электрические самокаты. В общем, сюда можно приходить, проводить активно время, ну и наша съемочная группа не осталась в стороне, и решила опробовать этот электрический самокат». Электросамокаты пользуются особым спросом. Это и новый досуг, и средства передвижения. На первый взгляд, они не требуют специальных навыков. Однако, помимо равновесия, нужно помнить о том, что электросамокат развивает скорость до 45 км в час. Поэтому нужно помнить о безопасности в том числе и других горожан в зоне отдыха. Максимальная нагрузка у электросамоката – 120 кг, запас хода на 55 км. Кататься можно в том числе и по городу. На прокат можно взять электросамокат с 14 лет. Обычные самокаты не такие быстрые, но для здоровья и активного досуга даже более полезны. Так же, как и велосипед. К слову, за час езды на велосипеде сжигается 400 килокалорий. Друзья, а теперь предлагаю перейти к тренировке. Тренер по самбо Руслан Жусупов подготовил для нас комплекс упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях. Плюс, эта тренировка будет полезна всем без исключения. Здравствуйте, меня зовут Жусупов Руслан. Я тренер по самбо. Сейчас я вам предоставлю комплекс спортивных упражнений, которые вы можете выполнить даже в домашних условиях. Итак, приступим к первому упражнению в комплексе. Мы с вами тренируем ноги. Руки делаем за голову, спина прямая, ноги на ширине плеч. Садимся, встаем. Можно сделать по-другому. Опустить руки вниз. Когда садимся, руки вперед. Встаем, опускаем руки вниз. Следующее упражнение. Чтобы усложнить это задание, мы с вами делаем выпрыгивание. Максимально садимся вниз и выпрыгиваем максимально вверх со всей силы. Чем мы будем выше прыгать, тем сильнее будут ноги у нас. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – это у нас отжимания. Для начинающих мы будем отжиматься с колен. Руки ставим на ширине плеч, опускаемся до груди. Смотрим вперед, спина прямая. У кого уже выше уровень, делаем классические отжимания. У кого выше уровень подготовки, можно выполнять отжимания с хлопком перед грудью. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение мы выполняем с гантелями. Будем прорабатывать мышцы рук. Берем гантельки, встаем ровно, спина прямая, дышим. Когда гантельку поднимаем, вдыхаем, опускаем, выдыхаем. У кого дома нет гантелей, в домашних условиях мы можем использовать бутылочки. Пол-литра, литр, кому как удобно. Кто-то может 5-литровый использовать. Также с этими гантелями мы с вами можем перейти к следующему упражнению – выпады. Выпады мы делаем, спина прямая, ногой шагнули. На какое расстояние шагнули, возвращаемся в исходное положение. Шагнули, вернулись в исходное положение. Теперь мы переходим к следующему упражнению – будем качать пресс. Так, ложимся на спину. Вот и лег, руки за голову. Поднимаем ноги вверх, опускаем вниз, дышим. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Для более продвинутых мы будем делать упражнение «Склепка». Поднимаем руки одновременно с ногами, пальцами рук касаемся пальцы ног. Делаем вдох, выдох. Вдох, выдох. Переходим к следующему упражнению – качаем спину. Ложимся на живот. Руки и ноги прямые. Одновременно поднимаем руки и ноги как можно выше. Руками и ногами пола не касаемся. На этом комплекс упражнений наш заканчивается. Для начинающих делаем по 10 раз каждое упражнение 3 круга. Между кругами отдых 2 минуты. Для более подготовленных выполняем 5 кругов. Между кругами отдых 3 минуты выполняем по 20 раз. И главное помните, что стабильность – это залог успеха. Будьте здоровы, смотрите «Силу спорта». После хорошей разминки время настало для самообороны. Особенно эти советы будут полезны девушкам. Сейчас мы с вами разберем приемы самообороны. В этом поможет мне мой товарищ Павел. Первая ситуация, самая распространенная. Давайте возьмем, когда враг, хулиган нападает на вас спереди. То есть он, допустим, взял. Можно ударить его по ушам, оглушить. Первое. Второе. Мы можем взять его за лицо и со всех сил надавить ему в глаза. Он вас тоже отпустит. Следующее, что мы можем сделать из этой ситуации, если вы хрупкая девушка, ударить его тыльной стороной ладони в челюсть, в нос. И после этого пробить коленом в пах. Если он от удара разрывает дистанцию, пинаем ему прямой ногой в пах. Следующая ситуация, когда, допустим, распространенная хулиган нападает на вас сзади. То есть, когда соперник нападал на вас сзади, мы убираем корпус справа и бьем ему локтем в солнечное сплетение. И если соперник низкого роста, можем ударить яблон ладони ему в пах. И в этот момент бросает соперник. Тут я могу его уже добивать. Разберем следующую ситуацию для парней. Хулиган берет вас сверху. Тут нужно почувствовать от ситуации. Если он наклоняет корпус вперед, я его хватаю и делаю бросок вперед. Если я его взял и он упирается назад, тогда я его бросаю назад. Когда мне, допустим, хулиган хочет ударить правой рукой боковой удар, я левой рукой ставлю блок и подворачиваюсь. Наперем, вперед. Сейчас отработаем такую ситуацию. Вас зажали, выхода у вас нет. Вы кидаете руку, чтобы отвлечь внимание соперника. Ныряете вниз. Спина прямая. Руками. Обнимаем обе его ноги чуть выше колена, ниже таза. И сбиваем его корпусом. Если у вас не получается, можно помочь еще ногой. Перекрываем ногой его ноги. Следующая ситуация. Я жду технического действия от хулигана. Хулиган провел техническое действие. Я уворачиваюсь. Точно так же беру его две ноги. Сбиваю его корпусом, перекрываю ногу. На этом у меня все. Как сказал знаменитый американский политик Бенджамин Франклин, не нужно ничего лишнего. Раньше ложись, раньше вставай. Вот что тебя сделает успешным, здоровым, счастливым и богатым. Друзья, соблюдайте режим, отдыхайте и занимайтесь спортом. С вами был Павел Науменко. Увидимся на телеканале Вектор.